Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне хотелось бы сегодня рассказать вам о возможностях современной медицины заботиться о репродуктивном здоровье. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца видео, чтобы не пропустить важную для вас информацию. Мы занимаемся здоровьем мальчиков и девочек, начиная с пубертата и заканчивая здоровьем бабушек и дедушек. Все, что касается репродукции, гормонов у них связаны с репродуктивной функцией – это наша стезя, это наш приоритет. Почему-то существует мнение, что репродуктивное здоровье или репродуктивная медицина – это понятие, которое касается исключительно проблем, связанных с сосудцами беременности – мужским бесплодием, либо женским бесплодием. Это совсем не так. Репродуктивные органы сопровождают нас всю жизнь, до последнего дня, поэтому поддержание их здоровья даже на моменте, на этапе, когда их функция потихонечку угасает, тоже крайне важна для того, чтобы организм был сбалансирован. Все органы внутренние, в том числе и репродуктивные, жили в здоровье и в мире. К нам могут обратиться женщины с различной гинекологической патологией. Это имиомы матки, эндометриозы, гиперпластические процессы эндометрия и так далее. То есть общая распространенная гинекологическая патология. Мы занимаемся проблемами чисто эндокринной гинекологии. Это синдром поликистозных яичников, это различные дисфункции яичников, которые могут сочетаться с различными эндокринными заболеваниями, с гиперпролактинами, с гипотериозом, заболевания щитовидной железы. То есть они могут быть связаны с ожирением, наоборот, с дефицитом массы тела, ну, это комплекс проблем. Мы всегда к больным относимся к комплексу и рассматриваем его как единый организм, ищем всегда взаимосвязи. К нам обращаются женщины, у которых есть проблемы с контрацепцией для подбора соответствующих каких-то методов. Очень многие эндокринные заболевания сопровождаются с точки зрения вот именно гормонов теми или иными проявлениями внешне, да, начиная с прыщей, начиная с волос, начиная с каких-то морщин, которые мне не надо, и так далее, и так далее. И мы вместе с нашими терматологами, косметологами в нашем центре, вместе с нашими общими эндокринологами подходим к этой системе, проблеме комплексной и стараемся ее решить, помочь женщине, получить ту помощь, которую она хочет. У нас есть пациентки, которые к нам приходят, когда у них есть какие-то генетические нарушения, когда у них проблемы с тем, что у них не очень хорошо работают органы яичники или матки. Надо женщине ввести свой менструальный календарь, что не все делают, к сожалению. Во-вторых, женщина ежегодно должна быть на приеме к гинекологу и сдавать определенный перечень анализа. Она должна обязательно делать ультразвуковое исследование молочных желез, либо маммографию, она должна обязательно делать ультразвук. А все остальное уже идет индивидуально в зависимости от каждого конкретного случая. То есть она должна наблюдаться, а не только наблюдать за здоровьем своих близких, мужа, родителей, детей. Женщина должна подумать о себе, потому что если она будет нездорова, то и в семье микроклимат тоже будет нездоров. Уважаемые друзья, если вы считаете, что у вас есть какие-то проблемы, вы в этом уверены или даже не уверены, на любом основании на сегодняшний момент это возможно. И по системе обязательного медицинского страхования, и на договорной основе можно обратиться в наш эндокринологический центр, к гинекологам-эндокринологам, специалистам вспомогательных репродуктивных технологий, либо к нашим урологам и андрологам, задать все вопросы, которые вас волнуют, при необходимости пройти обследование, если каких-то анализов не хватает, и решить ту проблему, которая может быть для вас важна. У нас накоплен огромный опыт, многолетний, по решению проблем, связанных с нарушением функций репродуктивной системы, как у мужчин, так и у женщин. Друзья, для того, чтобы записаться на прием к акушеру-гинекологу, гинекологу-эндокринологу, репродуктологу или андрологу-урологу в наш центр, нажмите просто на ссылку под этим видео. Спасибо! Субтитры подогнали Симон!